Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Естественно, наука. Уральские ученые рассказывают о своих открытиях. Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, Александр Цариков и Павел Флипов. И про раскопки мы сейчас поговорим. Да, у нас в гостях Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов гуманитарных исследований УРФУ. Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Так приятно видеть вновь у нас в гостях вас, Антон Владимирович. Да. Слушайте, ну, про раскопки. Во-первых, вопрос номер один. А еще чего-то можно откопать? Потому что уже кажется, что откопано все. Нет, ну, у нас наука не так долго занимается раскопками относительно того времени, сколько все это накапливалось, поэтому... Ну, копать начали когда? В девятнадцатом веке? Ну, можно так сказать, что там, конечно, в девятнадцатом веке еще такая... Конечно, разные находки там из античности находили, но серьезно наукой более-менее стали заниматься в девятнадцатом веке, но и то еще там методология была очень несовершенна. Поэтому, конечно, мы говорим, что это все-таки двадцатый век, двадцатый век, вот такая уже более-менее серьезная наука начинается. Ну, поэтому, учитывая, сколько все накапливалось, еще можно не одно тысячелетие все изучать, и мы надеемся, что методы будут совершенствоваться. А, кстати, про методы. Ведь раньше они были достаточно варваровскими. Я тут буквально-таки во время отпуска прочитал книжку 66-го года, но переведенная была с чешского языка, исследование этрусков, типа, называлась она «Эти загадочные этруски». Вот, книга чешская, приводится там исследование итальянских археологов, приводится там исследование каких-то немецких, австрийских археологов, и копали-то они совершенно по-чудовищному. То есть, как они вскрывали склепы, как они работали с материалом, думаешь, боже, вы же прямо все испортили. Ну, это как бы еще Шлимана любят в пример приводить. Который не трое открыл. Да нет, ну, может, как бы там-то нормально все открыл, просто как копал. Вот там такая история. Вот, на самом деле мы поэтому очень много вещей, допустим, когда работаем, ну, стараемся не то, что у нас задача все выкопать, да, что-то там, допустим, остается, особенно, когда с палеонтологами работаешь, они говорят, ну, давайте оставим это будущим поколением, допустим, вот этот там фрагмент почерота. Ну, потому что им тоже нужно будет что-то изучать будущим поколениям. То есть, вы заботитесь реально о будущем? Просто будут более совершенные методы. А, понятно. И можно будет лучше изучить то, что не изучено, допустим, еще сейчас будет. Ну, то есть, это такое, как бы, инвестиции в будущее науки. Слушайте, про мифы хочу поговорить. Потому что периодически в интернетах попадаются... Странные фотографии человека у гигантского черепа, например. Это тоже, да. Но периодически попадаются, например, какие-то нехарактерные вкрапления. Ну, там, например, раскапывали какую-нибудь, не знаю, там, условную гробницу или что-нибудь еще. И в культурном слое, не знаю, там, 3000-летней давности нашли часы. Или что-то похожее на часы. Такого вообще, как бы, это, конечно, чушь полная. Потому что такого не бывает. И никаких реальных доказательств того, что такое было, ну, как бы, не фиксируется. Но чаще всего, если такое происходит, то это просто нарушенный слой. Это, как бы, не какая-то фантастика. Ну, бывали случаи, что там археологи копают, копают, копают. Потом, хоп, бутылка пластиковая написана, она раскопана в 80-е годы. Ну, как бы, случаются ошибки. То есть, не нужно искать в этом какое-то мифическое объяснение, что там путешественники во времени были и ранили часы. Ну, конечно, да. То есть, это бывает, что культурный слой может быть нарушен. Бывает грабительская яма. Но обычно это все видно на стратеграфии. И для археологов это, как бы, не какое-то там чудо чудесное. Вот и все. А вот, кстати, по поводу методов работы нынешних, опять-таки, в той же книжке 66-го года, там было про то, что мы тут используем новый метод, рядышком взрываем, а потом смотрим вот по эхолокатору, что там есть ли пустота или нет. Вот такие варварские методы вы продолжаете использовать? Нет, ничего сейчас уже никто не взрывает. То есть, конечно, ну, если там кирка, лопата, лом иногда, или там перфоратор, это варварские методы, ну, конечно, они используются, но для снятия породы. А так, на самом деле, вся методика там эхолокации какой-нибудь, она тоже используется, но не так, что там что-то рядом взрывают и засчитывают это. То есть, есть другие методы для той же самой эхолокации? Ну, да, там как бы, ну, на самом деле, много всяких разных методов есть, поэтому там и 3D-модели строят, раскопок, и там методов датирования очень много всяких разных прогрессивных, то есть, в этом плане нет каких-то проблем. В этом смысле ученые очень часто коллаборируют. Междулицепринарно, вы имеете в виду? Ну, да, 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 то есть, и отдают, допустим, на те же там датировки, приглашают там геодезистов, допустим, что посмотреть, то есть, нету какого-то такого, что вот археологи работают сами, и сами там вынуждены, там, не знаю, как бы палками-камнями что-то исследовать. Нет, все очень здесь прогрессивно в этом плане. Вот, кстати, про датировки. Опять-таки, есть огромная куча мифов про альтернативную историю и так далее, что нас обманывают, нас надувают, на самом деле все не так. А вот как проверяют, вот давайте опишем, время создания какого-то объекта. Про мифы. Либо его, либо его возраст. Про мифы. Какие методы есть? Один из мифов, например, который окружает шигирского идола, да, заключается в том, что там было, по-моему, 3 или 4 датировки, что все это неправда. Ну, вот установлен возраст 12 тысяч 100 лет по последней датировке, что это все неправда. Ну, нет, там просто есть, на самом деле, с датировками все там нормально, просто там есть проблема. Я и говорю, что там есть. Да, проблема в том, что слои, когда консервировали памятник, там еще в начале 20-19 века, могли немножко затереть, ну, в общем, могли быть постоповерхности, могут быть не совсем корректные даты, но когда брали датировки, их брали из глубины древесины, поэтому там из нескольких мест, ну, это все учитывается, конечно. И датировки, они бывают относительными, типа, ну, по стратеграфии, когда смотрятся по слою, а бывают абсолютными, и там огромное разнообразие методов, там вот всем известного радиоуглеродного, то там до калиаргонового, уранториевого. А в чем суть? Вот как это получается? Как это проверять? Ну, берут какой-то элемент, допустим, вот если радиоуглеродный взять, это радиоактивный элемент, ну, углерод, который есть радиоактивные изотопы, знают их период полураспада, и просто по этому можно посчитать, ну, если вкратце, вот этот метод описать. То есть, конечно, сами археологи этот метод не делают, то есть они отдают специалистам, физикам, химикам, кто этим занимается, собственно, в другие лаборатории, и дают довольно точные датировки. Ну, еще раз, давайте подчеркнем, что это абсолютно научный метод, который показал и доказал свою эффективность, и он проверен. Любой метод всегда калибруется, то есть, допустим, тот же радиоуглерод мы можем по дендрохронологии калибровать, у нас есть в лаборатории тоже коллеги, которые занимаются дендрохронологическим датированием, и всегда датировки имеют, ну, всегда это перекрестные датировки, то есть всегда смотрят, как бы калибруют метод, он может какие-то давать там погрешности, но никто не так вот не делает, что, о, все, дату получили, давайте ее везде писать. Всегда все перепроверяется, и есть научное сообщество, которое это перепроверяет, смотрит лаборатория, как это работает, насколько она корректно это все применяет, то есть не надо думать, что если человек догадался какой-нибудь там обыватель, что а вдруг вы тут ошиблись, я вот об этом подумал, ученые об этом подумали уже давным-давно, и перепроверили это. Кстати, еще и параллельный метод есть, если там есть какие-то признаки произведений творчества человека, например, можно по орнаменту, оставшимся на фрагменте керамики тоже соотнести, или по монетам, которые оказались в гороскопе. Есть типологические методы датирования, и на самом деле есть даже биохронологические методы датирования, когда мы, допустим, в древних памятниках, допустим, эпохи верхнего палеолита, ну это больше у палеонтологов применяется, когда мы знаем дату слоя по тем костным остаткам, которые там обнаруживаются, потому что мы точно знаем уже установлено, в какие временные рамки обитали теленные виды, и уже как бы по фауне знаем датировку слоя. То есть у нас есть сводная информация, мы объединяем все эти данные и получаем то самое число. Да, 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 конечно. Хорошо, где копать? Нет, кроме шуток абсолютно. У вас есть какое-то интересное перспективное местечко, например, я не знаю. Нет, расскажите серьезно, куда сейчас ездят специалисты, где раскопки ведут? Вот нам подсказали, что в Крыму иногда что-то копают, в Башкирии. Ну вот, наши лаборатории, конечно, у нас на лето есть планы разные, у нас сейчас часть коллег поедет в Хакасию смотреть пещеры, потом планируется в Тамань тоже поехать поучаствовать на работах в памятнике палеолитическом, потом также есть планы продолжить работу в Крыму, но пока еще это все под вопросом, потому что там уже три года работа ведется на памятнике пещеры Таврида. Вот, потом планы у меня это поехать на знаменитейший памятник Костенки, там поработать с коллегами, немножко с ними пообщаться, познакомиться. Вот, и еще часть наших коллег поедет в Якутию тоже в этом году, тоже там посмотреть памятники. На самом деле памятников очень много, и вариантов работы колоссальное количество. Говоря про памятники, что вы имеете в виду? Ну, памятники, так как просто это общее такое название, то есть археологические или палеонтологические памятники так называют, то есть не то, что монумент какой-то обязательно. Понятно. Окей, хорошо. Вот многим кажется, что все интересное, оно там у теплых морей, там у Средиземного, у Ионического, у Черного моря, там и фрагменты, можно обнаружить архитектуры и какие-нибудь элементы, например, цивилизации, выраженные через монетки, бюсты и так далее. А тут-то чего у нас в холодных наших широтах можно обнаружить? Ну, все от интересов и зависит. Кому что интересно, насколько это важно. На самом деле в науке все важно, и не существует каких-то там менее интересных памятников или более интересных памятников. Они могут быть более как бы так наглядны, визуально красивы для обывателя, но на самом деле какая-нибудь там стоянка на Ямале, допустим, ну, гипотекическая, да, она может дать гораздо больше информации, там, допустим, какой-то любопытный там про один период, а там, допустим, в теплых морях про другой период. То есть, ну, это вообще не очень корректно сравнивать, потому что вопросы просто разные должны задаваться тому или иному памятнику. И там, допустим, там мерзлота, там лучше сохраняется органика, там не сохраняется, но там, допустим, более интересные произведения искусства мы находим. Ну, в общем, это не совсем корректно это все сравнивать, поэтому любой памятник, он прекрасный, он интересный, его нужно обязательно изучать и не разрушать. И памятники, на самом деле, вот мы тут начали уже про это говорить, что их иногда бывает случайно находят, иногда на разведке ездят, иногда ищут. Ну, часто бывает, например, с Тавридой, там вообще удивительная история, просто строили дорогу, трактор провалился в какую-то пустоту, и я говорю, о, пещера, ну, давайте изучать. И оказалось, что это уникальный памятник раннего престоцена, которых вообще практически нету на территории Евразии, их вообще единицы буквально. Но это до человека получается еще? Ну, человек тогда уже появился, но, как бы, его ранние формы... Ну, такой еще, очень животного формата. Ну, мы сейчас животного формата, в общем-то. Ну как, давайте мы сделаем паузу. Напомню, с нами сегодня Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета. В 8-17 Екатеринбурге уральские ученые копают. С нами Антон Кочнев, младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета. Говорим мы сегодня о раскопках, о палеонтологах, где копают. А, кстати, на Урале есть смысл еще? Да, конечно, есть. Где копают? На самом деле мест очень много, если мы говорим, несмотря про какие памятники опять же говорить, потому что если мы говорим про изучение костей, то этим занимаются не только палеонтологи, занимаются этим и археозоологи, например, которые могут работать в связке с археологами. Поэтому палеонтологи это вообще такое общее понятие, потому что палеонтологами можно назвать тех, кто пыльцу изучает древнюю, например, это палеонтологи, но в общем, то есть палеонтологи это не только те, кто изучает динозавров, к примеру, как такое стереотипное мнение существует. И на Урале у нас недавно ребята ездили, например, на речки уральские, мыли там древних акул, которым 40 миллионов лет. А вот это те, с которыми сейчас Сетхам будет в новой части мегалодону сражаться? Нет, ну там не мегалодоны, да, но там другие акулки не менее интересные, но в общем, все равно удивительно, что вот на Урале, там когда-то давно было море, для многих это вообще новость, и что можно поехать тут, значит, на какую-то уральскую речку там непонятную, надеть болотные сапоги, посидеть немножко ситом и намыть кучу зубов акул, например. Иногда бывает, что везет, даже там находят какой-нибудь позвонок у змеи, там еще что-нибудь. Кстати, в Челябинском краеведческом музее есть очень неплохом, получается, в составе скелет большущей такой акулы с зубами, с позвоночником, с фрагментами ребер, они вот хуже всего уцелели. И это, конечно, впечатление произойдет, потому что ты идешь, и там 4 или 5 подряд витрин, а это все ее туловище. Слушайте, а кроме шуток, а что можно вот по зубу акулы, который найден? Ну, то есть, я понимаю, что для обывателя он представляет ценность как таковую, и он нашел зуб какого-то доисторического там животного, например. А профессионал, специалист, ученый, что может по нему сказать? Ну, можно определить там, как минимум, род, вид животного, то есть, пытаться восстановить его внешний облик, поэтому здесь на самом деле очень много всего интересного. Ну, зубы, во-первых, почему акулы не сохраняются, потому что они лучше всего всегда сохраняются, такие более крепкие. Да, в основном практически ничего не остается больше. Вот, поэтому по даже маленькой, небольшой косточке животного можно восстановить его внешний облик. Ну, понятно, что там с некоторыми допущениями, но так или иначе уже понятно, что это за животное, можно определить его видовую принадлежность. А уж зуб-то, тем более, то есть, зуб это вообще практически самая информативная часть. А, кстати, вот в том, чтобы восстановить внешний вид существа, вы начали уже и использовать всякие там... Искусственный интеллект. Искусственный интеллект, да, который дорисовывают, обладая всем объемом знаний. Ну, конечно, сейчас эти технологии везде пытаются применять, но как бы тут этим занимаются палеореконструкторы, то есть, которые вот именно их интерес, именно нарисовать красивую картинку, чтобы обыватели посмотрели и сказали, вот, классно. Но это иногда не совсем научно может быть, потому что все равно здесь есть определенные допущения, и даже когда ученые делают какую-то там палеореконструкцию, конечно, это там все сравнение с современными видами, то есть, никто какую-то фантастику там не дорисовывает, но все равно всегда есть небольшой момент допущения, там по цветам, допустим, там, ну, в общем, есть некоторые моменты, но... Были перили, не было перив? Нет, это как раз установлено, может быть, точно. Но некоторые моменты, особенно связанные там с цветом, допустим, шерсти, они, есть некоторые допущения, но они совершенно незначительные, потому что все равно мы понимаем, что там по аналогии с современными видами мы можем сравнить и понять, что там каких-то там нереальных расцветок не было, потому что так или иначе они все равно повторяют то, что есть уже сегодня. Вот. Слушайте, кстати, вы видели этот чудесный мем, где фотографии приводятся из парка юрского периода? Там написано, такой динозавр, не юрский период, не юрский период, не юрский период. Да-да-да, я еще видел очень классно, что там динозавр с такой прической, с волосами, и говорят, и вот как вы докажете, что такого не было? Ну, на самом деле, опять же, просто морфологическое сравнение, мы знаем, как выглядели. Все доказывает. Близкие виды, и мы можем точно сказать, что никаких там, у них какого-то хайра там из волос, какой-то прически, там у динозавра не было такой. Ну, это, опять же, вот шутки про несовершенство научных методов, но, как правило, такие шутки, они не совсем корректны бывают, потому что люди просто не знают про эти методы, не знают, как это все работает, как это все устроено, и, естественно, происходит такая слепая зона появляется, где люди как бы шутят и думают, ну, это же эти ученые, дураки, ничего не понимают, мы-то тут все, значит, выяснили уже давно, все понятно. Слушайте, я все-таки про практический смысл всего этого хочу спросить, хотя я не знаю, насколько это уместный вопрос, но, тем не менее, хорошо, нашли, не знаю, там кости каких-то исторических животных, да, нашли зубы акулы, мегалодона, а зачем нам это все? Ну, помимо того, чтобы составить более точную картину мира. А кто-то диссертацию защитил. Ну, да-да-да. Ну, у науки есть две вообще как бы стороны, да, есть наука такая с практическим применением, да, прикладная, как мы ее называем, которая помогает нам вот как раз, которая отвечает на вопрос, а зачем мы это все делаем. Есть наука фундаментальная, которая не отвечает на такие вопросы, и которая бессмысленна по своей сути. С практической точки зрения. С практической точки зрения, да, она абсолютно бессмысленна, и, конечно, всегда там задаются вопросом, ну, вот вы нашли, ну и что? Ну, вообще, когда тебе человек задает вопрос, ну и что, это вопрос про интеллектуальный уровень, да, то человек сразу возникает. Но это нормально, что люди спрашивают такие вопросы, им кажется, что это странным, что человек посвящает свою жизнь каким-то непонятным косточкам, каким-то еще странным для обывателя вещам, которые вроде как не дают никакой практической значимости. Но фундаментальная наука, она, это такое, как бы, инвестиции в будущее, когда мы долго-долго-долго что-то накапливаем, накапливаем, изучаем, и потом вот эти вот количественные накопленные знания, когда ты там ведро по крупинке наполняешь, и потом, хоп, это все превращается в качественное изменение жизни. То есть без фундаментальной науки не будет науки прикладной, это нужно понимать. Поэтому это все очень долгосрочный проект, и для многих просто странно, когда ученый работает, долго занимается, чем-то всю жизнь там посвящает и не видит результата своей работы. Ну, если мы там научную статью не считаем за результат, какое-то прямо такое открытие, такого может и не случаться. Это не так часто бывает, но любой вклад в науку, это, конечно, вот такой, как бы, может быть, какая-то есть в этом такая жертвенность в том числе. Мне в этом смысле очень нравится история про космическую программу, которая, в общем-то, была вообще не про сотовую связь ни разу изначально, не про интернет быстрый, а совсем про другое, про амбиции в том числе. И вдруг неожиданно выяснилось, что, вау, эта штуковина, оказывается, приносит деньги. Это целая отдельная индустрия. Помнишь, нам космонавт говорил, что мы используем сейчас 95% технологий, которые используются в обычной жизни, это технологии, которые ранее были космические. Да, от пластырей до... Да-да-да, я думаю, что здесь подобная, наверное, какая-то история, что, да, то, что используется в фундаментальной науке, оно потом, наверное, находит применение где-то ещё. Ну, конечно, да, это 100% находит какое-то применение, но я думаю, что здесь, наверное, даже не про то, что мы какие-то технологии обкатываем на науке и потом начинаем их применять. Здесь, наверное, наука, скорее, берёт технологии современные и пытается к себе применить в том числе. Но я думаю, что здесь, наверное, как раз то, что мы уже начали обсуждать, да, про более широкую картину мира, про понимание того, что происходит и так далее. То есть даже не факт, что, понимая, что происходит, мы можем это как-то поменять, да, с одной стороны. Но понимание этого уже много даёт. И даже если мы там изучаем какие-то вещи, которые, казалось бы, нам совсем не важны, то мы можем их применить, допустим, там, в будущем, в медицине. Мы станем лучше понимать, как устроен там человек и так далее. Ну, я думаю, что здесь просто не нужно пытаться найти какого-то суперприкладного аспекта фундаментальной науки, потому что он появится иногда, ну, появляется иногда там, где ты, во-первых, его не ждёшь. Совершенно неожиданно. Да, совершенно неожиданно. И это всё равно игра в долгу. То есть это очень затяжной процесс. И, возможно, мы даже там, например, своего поколения не увидим результатов, и это нормально совершенно. Интересно. Ну, всё-таки ведь хочется, знаете, чтобы признал мировое сообщество, чтобы там дали Нобель в куш. Ну, это всё равно не результат. Это не главное? Да, это не главное для науки. Хотя, конечно, это, безусловно, приятно и для там чисто любивых учёных и так далее. Там амбиции какие-то свои потешить, это всегда приятно. Антон, ну, пожалуйста, получите Нобелевку уже. Чтобы я говорил, у меня есть три знакомых с Нобелевкой. Буду стараться. Хорошо. Планы на лето, то есть куда, может быть, собираетесь ехать, что-то копать? Можно ли присоединиться будет тем, кто любит науку? Ну, я, как уже сказал, да, у нас вот планы на лето в этом году, это, значит, коллеги поедут в Хакасия, это, если получится, кто Крым, это Тамань, это Костёнки, ну и вот это Якутия. И, конечно, к нам всегда можно присоединяться, мы всегда там пишем в своих там социальных сетях о том, что там вот волонтёры, пожалуйста, приезжайте, если хотите поучаствовать самим, поддержать науку в руках, там чем-то помочь науке, это всегда приветствуется. Всегда можно написать, попроситься, и когда есть какие-то варианты, то есть никто не говорит, что нет, мы вас не пустим, это тайно. Всегда с удовольствием приглашаются волонтёры на работы. А едут и чем? Да, едут и очень много людей, да, и у нас вот даже работают волонтёры, которые занимаются там, ну, то есть работают, зарабатывают деньги, и в свободное время приходят в лабораторию, такие, я вот хочу тут поразбирать там Кости, например, мне интересно. Класс. И есть люди такие, которые, ну, просто им это интересно, им круто, и, пожалуйста, можно этим заниматься, можно помогать, потому что, как мы знаем, всегда рук не хватает, всегда можно, нужно что-то поделать. Слушайте, Антон, спасибо большое, удачи вам, новых находок. Нобелевки? Да, Нобелевки. Как, вернее. Спасибо. Антон Кочнев с нами, напомню, сегодня младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета. Естественно, наука. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя, и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.